Сделать себе какой-нибудь острый вырез такой вот, и этим острым вырезом... Здорово, ребята, это Сид. Сейчас я открою вам страшную тайну. Оказывается, большинство пластиков для 3D-печати в натуральном своем виде изначально прозрачные, а цвет приобретают в результате добавления в них красителей. Как правило, красители ухудшают механические свойства пластика и напечатанных деталей, а натуральные пластики обладают рядом полезных качеств. В этом видео проверим возможность и определим целесообразность получения прозрачных деталей на 3D-принтере. Так, пытаемся печатать прозрачные детали. Всякие окошки, глазки, маслоуказатели и тому подобные прозрачные крышки, заглушки, пробки. Вот, напечатал первый образец из прозрачного натурального PET-G из PET-а. Печатал на алюминий, на чистый стол. Со стороны стола получилась глянцевая поверхность, а вот этот верхний слой, такой все равно как бы рифленый. Но его потом шлифовать шкурками, наждачкой, полировать, чтобы он стал более прозрачным. Но масло, конечно, видно будет, уровень масла, если еще при хорошем освещении. Ну, текст, только если вот так близко сделать. То есть рассеивание большое, преломление. Предел такой кусочек стекла. Попробуем печатать на стекло, на 3D-клей. А этот мы сейчас проверим на герметичность. Насколько герметично спекаются слои, напечатано слоем 0,1 мм. Но рекомендуют слои там 0,02, 0,05, то есть 2,05 соток. Ну, 2 сотки это, конечно, жесть, это полдня печатать. Вот это напечатано слоем 0,1, толщина 1 мм, то есть 10 слоев. Проверим на герметичность, приклеим его к трубке, будем заливать всякие жидкости. Приклеим на герметик, на обычный строительный, силиконовый. Заливаем смесь автомобильного бензина и ацетона. Это довольно агрессивная жидкость и разрушительная для большинства пластиков. Оставляем на несколько дней. Главные принципы получения прозрачных деталей, это повышенная температура расплавленного пластика, довольно сильный нагрев стола выше среднего, постоянная переэкструзия, или как это называется, оверфлоу, избыточный поток, который должен быть от 105 до 125% от нормального. Невысокая скорость печати от 20 до 40 мм. И желательно выключить обдув, чтобы он не нагнетал туда воздух, не увеличивал давление в области печати. Все это делается для того, чтобы уменьшить воздушные зазоры между линиями и слоями, увеличить растекание и сплавление нитей. Печатать рекомендуется на стекло, чтобы хотя бы одна сторона получалась идеально гладкой. И не требовалось ее шлифовка. Но вот первые опыты были не совсем удачные. Печатал прямо на чистое стекло, обезжиренное. И у Пэта, у Пэджи настолько сильная адгезия к чистому стеклу, что оторвать деталь потом проблематично. Кстати, обратите внимание, что Пэджи обычно не склонны к хрупкости, тут приобретает ломкость и раскалывается. Пока что я заметил такой эффект только на тонких стеклах. Насколько серьезная проблема с растрескиванием в течение времени, я пока не выяснил. Пока что лучший результат дает разглаживание верхнего слоя линиями или зигзагом. Тут я пробую концентрический паттерн, то есть окружностями от центра или к центру. Что-то концентрическое разглаживание сработало не очень четко. Какие-то остались полосы. И он, главное, три раза проходит к центру и обратно. Че к чему. Странное какое-то разглаживание. Если бы он за раз бы делал, то интересный получился бы эффект. Сейчас попробуем феном. Так, ну вот, вроде поинтереснее стало. Еще чутка разгладилось, еще прозрачнее. Смотрите, ребята, стол остывает и деталь сама отслаивается, отпадывает. Вот она приклеена на 3D-клей. А на чистое стекло, вы видели, прилипало так, что не отодрать. Хотя потом остатки сунул под воду и сама отлетела. Чудеса да и только. Вон, видно интерференцию. И сама отпала. Вот в чем достоинство этого клея 3D. Что он работает только со стеклом. С алюминием, с таким столом он не работает. Там он не клеится и вот так вот не отлипает. Короче, вот стеклышко. На данный момент это лучший результат. Но оно потоньше. Это слой толщиной 0,5 мм, чтобы быстрее печатало. Все-таки видно эти прожилки. Как бы воздух в порах. Можно еще, наверное, добавить потока. Уже 115%. Ну, почти прозрачно. Ну, как лед, как лединка. То есть для глазков, для всяких там маслоуказателей, конечно, такой пойдет. Он, может, и такие свойства имеет преломления. Нет, PET, может быть, он и абсолютно прозрачно не делается. Но вот бутылки из PET тоже не идеально прозрачные. Ну, а здесь я увеличил скорость печати где-то до 60, а перемещение там около 100. Детали по-прежнему прозрачные, но результат все-таки хуже. При медленной скорости заполнение вот этих пор происходит лучше. Здесь принцип разглаживания действует немножко по-другому, чем он задумывался. Видите, сопло толкает перед собой такой валик избыточного материала, который заполняет неровности. В конце прохода он выдавливает материал наружу, за края детали. Ну, вот, посмотрите, режимы, на которых это происходит. Иногда приходится их корректировать прямо по ходу. Ну, вот такая поверхность после разглаживания. Разглаживание отнимает кучу времени. Почти прозрачное. Вот так выглядит после фена. Почти гладкое, но края завалены. Края очень деформируются. И если бы она вообще не была бы приклеена к стеклу, эти края бы вообще поднялись. То есть, если сначала оторвать, а потом начать креть, то она вообще сильно деформируется. Ну, вот, печатаю более толстую массивную деталь. Это уже некоторое подобие глазка, маслоуказателя с размерами по ГОСТу. Так, эпик фейл. Защёлка соскочила, стекло повернулось. Да, крепить лучше стекло. Ну, вот уже совсем неплохо. Почти прозрачное. Ну, конечно, искажения, преломления есть внутри. Всё-таки есть вот эти вот пузырьки внутренние, вот эти дорожки. Ну, предположительно заполненные пузырьками воздуха. Ну, а так, для всяких неответственных пробок, окошек, вполне прилично. Вблизи вообще, как бы, не искажает. То есть, можно и для аппаратуры использовать защитные экраны, да. Ну, вот, я полностью закрыл объектив видеокамеры. Вот такая абстракция. Тут ещё подсветка включена. Спецэффект такой. Мокрое стекло. Со стороны стекла, конечно, идеальная гладкая поверхность. А с другой выровненная разглаживанием и феном. Всё равно такая волнистая. Можно, конечно, попробовать вторым стеклом накрывать. Но вот она, греть второе стекло очень сильно. До 200-300 градусов. Скорее всего, он такой простой не выдержит. Лопнет. Вот зачем нужно боросиликатное стекло. Потому что простое, высокие температуры не держит. Ну, вот такая получилась крышка. Тут, конечно, со стороны стекла добавил поток. Всё залепило вообще без щелей, без зазоров. Вообще сплошняк. Поэтому такая глянцевая, блестящая. Ну, а с этой стороны, это ещё после разглаживания, так бы ещё было более шершавое. Но, в принципе, у настоящих глазков по ГОСТу там тоже рифлёная поверхность должна быть. Просто ради эксперимента сейчас попробую феном ещё обработать. Вот эти края могут поплавиться, конечно. Ну, и вся она может вообще и покорёжиться. Чтобы вот эта средняя часть прозрачная, более прозрачная стала. Да, ну, поверхность становится глянцевая, конечно. Но форма искажается. Плавятся всё-таки, эти края начинают загибаться. То в одну сторону, потом в другую. Вот она уже, эта сторона не плоская. Всё покоробило. Ну, и полной прозрачности не добиться. Потому что там внутри всё-таки идут эти линии с пузырьками воздуха. Поток больше ставить нельзя, потому что, ну, вот когда делается простая плоская деталь, там весят излишки этого материала. Они потом, когда идёт заполнение, они сдвигаются за периметры. То есть, какую-то пластину или там круг, болванку можно делать более плотным. А когда делаешь такую деталь, дальше потом идёт вот это вот утончение, вот это вот горло. Слишком большой поток поставить нельзя. Вот я печатал на 100%, потом добавил 110%. А больше идут уже искажения, все они потом вылазят в виде соплей. Всё это застревает, у меня чуть её не снесло. На сопле нарост, потом откололся, прилип. Я его, ну, чудом просто кусачками срезал, прям на ходу. Просто повезло, что я её спас. А так бы тоже за неё голова уже стала цепляться. Свисток обдува уже начала сносить её. Могло снести и снова был в брак. Вот так что тут поток большой не навалишь. И потом приходится включать вентилятор. Поэтому просто пластину, болванку какую-то прозрачную, да, сделать проще напечатать. Но она будет по краям бесформенная. Потому что все излишки туда уйдут. А когда деталь печатаешь, так нельзя, приходится уменьшать. И получаются вот эти линии укладки прутка, филамента. Но это неоднородность, да, воздушные зазоры. Поэтому идёт дисперсия, преломление. Ну, масло будет видно сейчас. Сейчас попробуем приклеить к той же трубе. Такую заглушку. Резьбу печатать не стал. В принципе, все пробки можно просто тупо на герметик садить. Её тут уже приклеим на герметик. Это уже такой приличной толщины 3 мм. Прочность офигенная. Очень прочная, как летая. Руками не сломать такую. То есть реальная деталь. Будет точно так же выглядеть. Такая ещё более толстая и массивная. Ещё более прочная. Почему я выбрал пластик PET, PET-G? Ну, во-первых, потому что на данный момент у меня это единственный натуральный прозрачный пластик. А самое главное, что PET обладает завидной химической стойкостью. Допустим, оргстекло боится ацетона. АБС, СБС, ну, то есть полистирольные, вот эти пластики растворяются в бензине. Так что изготовление деталей, работающих в агрессивных средах, которые контачат сильными растворителями, довольно перспективно. Ну, вот залепил этой крышкой и другой конец трубки. Получилась такая капсула с бензино-ацетоновой смесью. Видите, уровень жидкости контролировать можно. Необходимая прозрачность есть. Но вот эти трещинки на первой пластине, на тонкой, вот это растрескивание несколько поубавило мой оптимизм. Но оно, наверное, произошло не из-за растворения пластика, а из-за внутренних напряжений или из-за деградации при печатании, при перегреве. На четвертый день капсула все-таки дала течь. Стало протекать тонкое дно, самая первая пластинка. Но, как оказалось, потекло не через пластину, а по краям через герметик. То есть не выдержал сам герметик, он размягчился, стал отклеиваться, рваться. Но пластик эту химию держит. Не растворяется, не помутнел даже. То есть стойкость к растворителям очень хорошая. Но недаром почти все растворители продаются в бутылках из PET. Пластик шел в бухте, на катушках на тот момент не было, так что купил такое. Замучился продергивать эти нейлоновые хомуты, потому что если их снять, то все запутывается вообще в усмерть. И тут в гараже давно уже валялась эта катушка, она же подписана PET. Короче, она словно создана для этого прутка. Отпилил ножовкой криво, потом причесал на фрезерном. Вот такая получилась мастер-спол, мастерская катушка, короче. Продолжаем наши эксперименты. Пробуем печатать стекла для небольших приборчиков, например, манометров. Или вот как в данном случае для индикатора. Без дополнительной обработки стекло получилось не очень прозрачное. Есть еще версия, что невысокая прозрачность отпечатанных деталей возникает из-за влаги, накопленной самим пластиком. PET считается как бы мало гигроскопичным. Но для лучшего результата его все-таки рекомендуется просушить в течение нескольких часов. Ну, там, в духовке или на батарее хотя бы. Но так сильно я заморачиваться не стал. Возможно, PET сам по себе плохо поддается шлифовке, полировке. Ну, я небольшой специалист по полировке пластиков. Попробовал несколько полировальных паст, но всегда почему-то стекло получается мутным. Тем не менее, стеклышко напечаталось и можно установить его на индикатор. Простое стекло, конечно, намного более прозрачное. Но в то же время его легко разбить. Я, например, несколько раз разбивал стекла на индикаторах. Стеклышко из тонкого оргстекла помутнеет, если его протереть, допустим, ацетоном или каким-нибудь спиртом. А стеклышко из PET выдержит любой растворитель. Ну, естественно, по сравнению с обычным стеклом, оно менее жесткое, поэтому продавливается. То есть, через него можно остановить стрелку. Переходим к более серьезным вещам. Он добрался до своего 676. Здесь сломан вот этот глазок. Не помню, что через него контролируется. Может быть, работа маслонасоса какой-нибудь. В продаже вот именно такой формы, да, оригинальных глазков я не видел, не встречал. Сейчас директ лот завален какими-то китайскими шестигранными глазками. Ну, я их не юзал, так что не знаю, может быть, они и хорошие. Погрузил я эти пробки в свою смесь бензина с ацетоном. И представьте мое удивление, когда вот этот глазок начал в нем растворяться. Стал липкий, мутный, короче, поплыл. То есть, он сделан из прозрачного полистирола. Ну, или, может быть, из оргстекла. Очень странно, но, может быть, масло он и держит. В общем, нарисовал с Олиди вот такую модель с оригинальными размерами. Печатаем резьбой вниз, применяя довольно плотные поддержки. Ну, не хочется же, чтобы все там начало расслаиваться, проваливаться. Вот такая получилась болванка. Прочность поддержек настолько прочная, что я не знаю, удастся ли вообще ее очистить. И, конечно, никакой прозрачности уже нет. Вот эти поддержки очень прочные и острые. Очень легко повредиться, порезаться, потому что отковыриваем их в перчатках. И в очках, потому что отлетают куски, могут прилететь в глазик. Резьба завалена. Но резьба, в принципе, есть. Напечаталась. С большим трудом вот так очистилась. Это, конечно, совсем не похоже на смотровое устройство, на глазок. Абсолютно непрозрачный. Ну, то есть он свет-то пропускает, конечно. Но через него ничего не видно будет. Вот эта серединка, поддержка вообще тяжело отделилась. Просто тут все исковырял. Тут остался прижог, то есть перегрев был. Ну, и эта поверхность тоже такая шероховатая. Печаталась концентрическими такими кругами, то есть одними стенками без заполнения. Вот такая дрянь. Так что не стоит тратить время. Ну, вот удивительно, но резьба получилась вполне приличная. Я думал, что резьба не напечатается. Сейчас попробуем его просто-напросто испортить. Что-то точить на токарном станке, обдирать я, наверное, не буду время тратить. Попробуем вот здесь феном нагреть. Может, это увеличит прозрачность. И вот эту поверхность. Посмотрим, как она будет. Ну, я как бы уже подозреваю, что это будет фейл. Ну, просто домучаем. Видите, пройти все стадии, все муки Адана пройти, чтобы понять, работает этот способ или нет. Разглаживание феном дало вот такой результат. Вся деталь деформировалась, резьба поплыла. Ну, все начало плавиться. Вот эти мелкие пузырьки воздуха стали сливаться и вылазить вот так наружу. Ну, вот воздух, который между слоями, то есть, печатается очень пористая деталь. Ну, даже механическая шлифовка бы здесь ничего не дала бы эффекта. Потому что внутри она вся вот такая вот слоистая. Почти три часа опечаталась два с половиной. Вот тут предлагали делать вставки из обычного стекла, оргстекла или наоборот напечатать такой цельный прозрачный вал. Потом на токарном станке его обточить, нарезать резьбу. Но все это не технологично. И моя задача, моя цель получить сразу готовую деталь прозрачную прямо на принтере. Понятно, что при стоимости, ну, на том же директ лоте этих глазков от 50 до 250 рублей. Так заморачиваться, как я, не имеет никакого смысла. Купил там несколько стандартных, они там идут и с отражателем. Правда, не знаю, из какого материала они сделаны. Может, из поликарбоната, может, из оргстекла, но тогда это хуже. Кто покупал, ребята, отпишитесь, пожалуйста. Там даже с алюминиевыми обоймами есть, уже с прокладками. Ну, короче, сами понимаете. Но если нужен глазок какой-то оригинальной формы, да, да еще и с повышенной прочностью и химической стойки, то можно и заморочиться. В общем, упрощаю форму, то есть убрал все выпуклости. Осталось только вот плоское дно, вот это стекло и резьба. То есть пойдем по пути упрощения модели. Ну, а тут свинью подложила разглаживание. Поставил на паузу, срезал эти сопли, натеки. И нажимаю продолжить печать. Нижняя поверхность весьма глянцевая и вся форма довольно прозрачная. Но все дело было испорчено разглаживанием. Идея разглаживания в том, что он двигает перед собой валик и заполняет все пустоты, все канавки. Но здесь он прерывается и начинает по кругу разглаживание делать. А в этом месте, где резьба, он не делает. Поэтому весь этот алгоритм ломается. Валики начинают образовываться в разных местах. Сопло начинает цепляться за него. Ну, и вот видите, тут произошел сдвиг. Подвинул всю деталь со стеклом. Стекло у меня закреплено не очень надежно. В принципе, вот смотрите, плоское вот это стекло, довольно прозрачное. Ну, для контроля масла или движения каких-то механизмов. Резьба более-менее удовлетворительная. Ну, здесь косяки какие-то полезли. После разглаживания получается поверхность довольно такая... Ну, шероховатая, но уже полупрозрачная. Можно было бы так делать, да. Но нету возможностей, нету таких настроек, чтобы вот эта нижняя часть печаталась с одними настройками, а вот эта резьбовая с другими. Ну, или это надо быть мастером в программировании. Я пока что не достиг такого уровня. То есть я переключаю. Но как их одновременно запустить в одной программе, я пока не знаю. Не хватает опыта программирования, навыков. Последний раз сейчас попробуем без разглаживания. Отключим разглаживание, так как оно корректно не выполняется, когда есть резьба. Можно идеально напечатать вот это основание, кругляшок, да, сам глазок. Он получится практически идеально. Печатается резьба нормально, но вместе они не печатаются. Специальных настроек или профилей для печатания прозрачных деталей в куре нет. Ну, или пока я их не нашел. Может они где-нибудь в экспериментальных. То есть все приходится настраивать вручную, а это более 100 настроек. Вот, допустим, есть полезная функция разглаживания. Но оно действует некорректно, может разгладить, а потом проехаться по этому месту соплом или оставить соплю на нем. Нужно точно на основании опытов предварительной печати определить оптимальные температуры, переэкструзию, сочетание ретракта и комбинга и многое другое. Ну вот, посмотрите настройки на паузе. А просто включив готовые заводские профили, ничего не напечатается. Пока что хорошо удаются простые плоские детали. Плоские стекла, или кто-то умудряется напечатать линзы, односторонние выпуклые. Но потом требуется механическая обработка. Но с дополнительными элементами, с детальными крепления уже не получается. Смотрите, ребята, наконец-то получил более-менее приличный результат. Упрощенная модель глазка. Резьба, как на станке, оригинальная. А вот эта вся часть выпуклая, сделана плоской и тоньше, толщиной 3 мм. Отверстие для заворачивания под ключ будем просто так сверлить. Ну, я предлагаю вот здесь сделать, напротив резьбы. А так прозрачность уже вполне приличная. Отключил разглаживание. И вот эта сторона не разглаживалась. Это просто заполнение. Ну, по крайней мере, она не запарывает деталь, не портится. Немножко подплавилась резьба. Все-таки в модели там она острая слишком. И начинает подворачиваться, подплавляться вот эти вот кончики. Надо либо сильнее обдув делать, либо в модели притуплять вот эти вот кромки. Ну, нависающие. В принципе, даже можно что-то прочитать. Видимость хорошая. Верхняя сторона, прилегающая к стеклу, вообще глянцевая. Но тут я чуть-чуть убавил температуру и поток уменьшился. Поэтому можно было добиться еще лучшего результата. Вполне можно использовать как глазок. Предлагаю на этом этапе, на этом результате пока остановиться. Потому что много нюансов. Надо еще поизучать, почитать литературу. Может быть и добьемся более стабильного результата. Давайте вкрутим глазок в наш станок и посмотрим, как выглядит. Хочется еще попробовать другие виды прозрачных пластиков. Поликарбонат, нейлон, прозрачная БС, ПЛА. Но у меня пока их нет. Ну, вот так выглядит глазок на станке. Конечно, не аутентично. Слишком просто, утилитарно. Как какой-то иллюминатор. Резьба получилась немного прослабленная. Ну, на оригинальном глазке я намерил 35 шаг полтора. Может быть, стоит печатать М36. Не помешает, конечно, дополнительная прокладка из резины. Или можно посадить на герметик. Вот, смотрите, так выглядит оригинальный глазок, через который уже вообще ничего не видно. Но новый глазок выглядит тоже неплохо. Как-то более современно. И функции свои выполняет. Да, сделал еще несколько попыток, ну, не так сильно упрощать оригинальную форму. Да, вот сделал только вот это плоское место, вот это. Чтобы оставить хотя бы часть скругленных деталей. Потом упростил вообще до такой конической формы. Ну, то есть, для печати от стола без поддержек. Но ни одну не удалось напечатать нормально. Даже с хорошим обдувом. То есть, Plastic 5G вообще не любит нависающие элементы, нависающие слои. И у него есть нехорошее свойство скатываться в шарики на тонких краях. Итак, ребята, давайте подведем итоги. Я проделал много опытов, записывал все режимы, делал такие образцы, подписывал все режимы, чтобы запомнить. Ну, потом выбрал самые лучшие и сохранил профили в слайсере, в куре, которые можно будет потом применить. Потому что все забывается, все настройки. Чего удалось достичь? Это хорошо получаются вот такие небольшие прозрачные плоские стеклышки, которые можно обрабатывать феном для увеличения прозрачности. Или механически полировать, шлифовать. Но я не специалист по полировке, поэтому у меня получается как бы немного мутноватая шлифовка, полировка. Ну, я думаю, там специалисты могут, наверное, добиться больше прозрачности. То есть, такие плоские окошки печатаются без проблем. Они практически получаются литые, как оргстекло. На других настройках, ну, практически без проблем, печатаются цилиндрические или вот такие резьбовые элементы. Но попытка их объединить оканчивается неудовлетворительным результатом. Либо нет прозрачности, либо прозрачно печатается только один элемент, а продолжение не удается. У этих образцов прозрачно печатается и стекло. Если продолжить с теми же настройками и печатать и дальше, то не получается ни сферическая поверхность, ни коническая. Это даже простой конус не идет с этими настройками. И не идет также резьба. Нужно сделать так, чтобы вот эта нижняя часть печаталась с одной настройкой, а выше продолжение с абсолютно другими настройками. То есть, в куре должна быть возможность разделять вот две, как будто печатаются две разных детали с абсолютно разными настройками. Низ, вот это само стекло, прозрачный элемент и дальше продолжение, крепежный элемент. Таким образом напечатана вот эта деталь. Единственное, первая получившаяся нормально. Модель очень упрощена. На сегодняшний день только такую конструкцию удалось напечатать более-менее работоспособную. Прозрачную и с креплением, с резьбой. Очень много настроек. Нужно менять практически все настройки при переходе с вот этого элемента к крепежному. Тут меняется и поток, скорость, заполнение, тип заполнения, температура экструдера, стола даже, обдув. Все это надо регулировать. И он должен резко переключиться при переходе на следующий элемент. Пока в куре я такого не нашел. Ну вот под конец Иван подсказал мне такой плагин, который называется Change at Z. Ну, Change at Z. То есть можно задавать изменения на определенной высоте. Но тоже там не все настройки можно менять. Будем разбираться с этим. Может быть удастся улучшить результат. Но пока что вот такой вот. То есть стеклышки небольшие, плоские под механическую полировку. Либо с одной стороны глянцевая, с другой рифленая получается поверхность. Будем продолжать эксперименты. Ну, наверное, сейчас тормознем с этим спринтером. Займемся немножечко станками. Будет что-нибудь интересное, тогда уже продолжим по 3D печати. Так что кому интересна эта тема, подписывайтесь на канал. А на сегодня это все. Всем пока, удачи. И буквально только что пришел с почты. Почта начала работать. Пришли какие-то ништяки из Китая. Это что-то для принтера. Fragile. То есть хрупкое. Я тут подозреваю, что там стекло, столик. И что я там еще заказал. Давайте посмотрим. Ну, хотя коробка помятая, но упакована вроде как надежно. Все проложено, ничего не болтается. Посмотрим, выдержало ли стекло. Голос у меня, наверное, немножко глухой, потому что я сижу в маске. Распечатываю в маске. Еще и руки протираю спиртом. Так, это у нас... Ага, вот этот силиконовый нагреватель. 502, 220 вольт. Так, он, видимо, просто приклеивается. Скотч 3Мовский. Так, это у нас утеплитель. С одной стороны фольга. И там какая-то резина или какой-нибудь пулеуретан. Вспененный. Ну и намазано клеем. Тоже самоклеящийся. Чуть побольше, чуть поменьше. Отрезано настолько криво, что я даже не знаю. Ну да ладно, это такая деталь неответственная. Так, сокли разного геометра. Ну, по-моему, я заказывал увеличенного. Вот до 1 мм там я вижу. Так что будем увеличивать производительность. Это зубчатые подшипники. Наверное, заменим на ремне. Где там плоские, по которым ремень трется. Тоже, короче, для принтера. И пружинки для стола. Вентиляторы. На случай их выхода из строя. Вот эти у меня вуют. Маленькие. Да и это тоже. А вот этот. Либо там что-то с шимом. С программным управлением. Но он иногда его просто клинит. Он стоит на месте. Не может. Толкнешь пальцем, он крутится. Так что, ну, наверное, заменим. Так, вот это, наверное, стекло. Вот столик алюминиевый. Ну, наверное, точно такой же. Такого же размера, как мой. 220. На 220. И стекло типа боросиликатное. Так что, вот, предстоит нам модернизация. Печать приостановим. Когда займемся модернизацией, я еще не знаю. Нам маленько позаниматься станочками, наверное, да? Что-нибудь металлообрабатывающее все-таки поделать. А то народ начнет отписываться от меня. Да, что-нибудь поделаем по станкам. По измериловке. Так что, вот, такие ништяки. Почта работает. Ну, немножко с задержками. Медленнее обычного, но все приходит. Вот я заказывал, ну, сколько, месяц назад. Так что, не распускайте слухи. Алиэкспресс работает. Почта работает тоже. Ну, теперь точно все. Пока, ребят.